МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом и в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока. В студии Александра Вершинина и вот главные темы на сегодня. Краудфандинг или с миру по нитке? Как жители приморской столицы используют такой формат помощи? Что такое краудфандинг и как к нему относятся в Владивостоке, расскажу я, Алина Черненко. Вагончик тронется, но позже городской фуникулёр закрыли на плановый ремонт. Почему вагончики остановились на месте и что происходит в машинном отделении, расскажу я, Валерия Белоу. Пир на весь мир. Пара из Владивостока сыграет свадьбу на глазах у приморских телезрителей. Проект 9,5 месяцев приближается к кульминации. Подробности расскажу я, Анна Бережная. Кроме того, сегодня в выпуске «Игры с законом». Электроскутер, угнанный подростками у инвалида, обнаружила полиция. А также узнаем, какой предмет школьники города выбирают чаще при сдаче ЕГЭ. Но об этом позже, а сейчас о главном. Департамент внутренней политики Приморского края одобрил заявку на митинг, которую подали активисты компании против «Эроглонас». Мероприятие пройдет 18 июня на привокзальной площади Владивостока с 13 до 16 часов. Стоит отметить, что митинг согласовали через региональное отделение одной из партий, поскольку иначе инициативной группе приходили отказы. Участников, согласно заявке, предполагается около тысячи человек. К активистам из Владивостока намерены присоединиться и жители отдаленных районов Приморья. Тем временем, как заявляют организаторы мероприятия, на сегодняшний день уже несколько тысяч автомобилей ожидают отправки в Россию из японских портов. Причина все та же – дефицит устройств «Эроглонас». И еще о коллективных начинаниях. 7 июня в России отмечают день краудфандинга. Дата выбрана не случайно. Несколько лет назад официально начал работу один из первых российских сервисов такого рода. На русский манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке». Как во Владивостоке горожане относятся к подобным начинаниям в сюжете Алины Черненко. Такая дискуссия завязалась в салоне одной из маршруток Владивостока. Накануне в автобусе номер 98 волонтеры собирали средства для лечения детей. Вместо того, чтобы, как говорится, высказать свою позицию рублем, одна из пассажирок решила высказать свое мнение, избрав для этого весьма агрессивную тактику. Потому что это надоело. Ну, мало что надоело. Можно ли не при себе оставить. Нет, не при себе. Это наша идея. Сегодня сбор средств на различные нужды называют официально краудфандингом. В переводе с английского – общественное финансирование. Существует даже праздник, который отмечают раз в году 7 июня. А зародилось это течение за границей. Например, в 2008-м бывший президент США Барак Обама только на этапе «Праймерис» получил краудфандингом около 272 миллионов долларов. В отечественном шоу-бизнесе собирали Борис Гребенщиков, группа «Анакондас», «Марлины» и многие другие. Сейчас певица из Владивостока Люси Алексеенко при помощи всеобщего сбора изыскивает деньги на свой альбом. В этом году решили мы это дело попробовать. По сути, краудфандинг – это народное финансирование. Единственное, что это не просто благотворительность, когда человек такой «на тебе денежку», а ты человеку предлагаешь что-то взамен. Общемировая практика такова. Если поклонник чьего-либо творчества желает увидеть или услышать новый материал, то платит за его воплощение в жизнь. Однако не всегда такой подход находит положительный отклик. То есть народ скинется ей на альбом, а бабки от продажи альбома она будет получать сама. Офигенный бизнес-план. Стоит понимать, что у каждого есть выбор, помогать или нет. Еще несколько лет назад практически у каждого торгового центра можно было встретить людей с фотографиями детей, которым необходимо лечение и, соответственно, деньги на него. Поначалу люди откликались, но спустя время доверие пропало, так как участились случаи мошенничества. Наш фонд, фонд «Сохрани жизнь» не поддерживает сборы, которые осуществляются по автобусам, либо в общественных транспорте. Мы входим в ассоциацию фондов по всей нашей России, которые не приветствуют данный сбор. Потому что данными сборами очень часто, к сожалению, пользуются мошенники. И этот сбор очень сложно проверить. Если человек хочет реально помочь и отследить, куда идут его деньги, то это либо помощь конкретному ребенку, так называемая адресная, либо обращение в фонды, которые себя хорошо зарекомендовали. В которых можно отследить именно движение денежных средств и отследить, что происходит с ребенком. Когда назначена операция, когда ребенку закупаются какие-то, допустим, если это инсулиновая помпа, расходные материалы. Даже если деньги собираются с излишками, также фонд показывает, что есть излишки, и потом эти излишки идут на других детей. Русфонд работает открыто. Всю информацию, сколько собрано, потрачено и на кого, выкладывают на свой сайт. Более того, «Восьмой канал» совместно с благотворительным фондом реализует проект «От сердца к сердцу», в рамках которого телезрители узнают, какому ребенку из Приморья нужна сейчас помощь. И уже есть хорошие результаты. Восемь детей были прооперированы специалистами мирового уровня. И это не считая тех, кому благодаря вашим пожертвованиям смогли приобрести необходимые расходные материалы. А значит, у них появился шанс на счастливое будущее за счет таких, как вы, неравнодушных горожан. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. В Международном аэропорту Владивосток в ходе таможенного контроля у гражданина КНДР, улетающего рейсом Владивосток-Пхеньян, таможенники с помощью интроскопа обнаружили сверток. Было установлено, что мужчина вывозит валюту номиналом более 25 тысяч долларов. Причем сумма не была им задекларирована. Она на 15 тысяч превышает размер денежных средств, разрешенных к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме. По факту недекларирования данным гражданином КНДР указанной суммой валюты, в Владивостокской таможне возбуждено дело административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статья 16.4, кодовство административного правонарушения. Санкциям данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от 1,2 на двукратный размер незадекларированной суммы валюты, либо ее конфискация полностью. А тем временем в Приморье сразу двух вооруженных нарушителей задержали государственные инспекторы земли Леопарда в ходе спецоперации. Браконьеры намеревались заняться охотой на солонцах, обустроенных ими площадках с солью для копытных, но были вовремя остановлены сотрудниками национального парка, угодив в собственную ловушку. Нарушители снарядились всем необходимым гладкоствольными ружьями, патронами, охотничьими ножами для разделки мяса, веревками и большими рюкзаками для добычи. При этом они рассчитывали устроить ночную охоту, так как модифицировали оружие специальными фонарями. Все это им так и не пригодилось. Инструменты браконьеров были изъяты государственными инспекторами, а сами охотники, оказавшиеся жителями Хасанского района, доставлены в отделение полиции. Процесс задержания был зафиксирован на видео. Напомним, пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием по закону приравнивается к незаконной охоте и, согласно статей Уголовного кодекса, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет. И кое-что о позитивных начинаниях. На спецзаводе номер один установят новые очистные фильтры. Контракт на изготовление и установку подписан руководством муниципального предприятия с компанией из Санкт-Петербурга. На спецзаводе отмечают, что с вводом в эксплуатацию нового оборудования система газоочистки значительно улучшится и будет достигать 100%. Завершить монтаж планируют к концу 2017 года. Остается добавить, что на сегодняшний день по результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят сертифицированные организации, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам. Загрязняющих примесей, которые превышают предельно допустимую концентрацию, не обнаружено. Одно из главных достояний Владивостока закрыли на ремонт. В фуникулер проходит плановое техническое освидетельствование. Вагончики стоят на приколе. В синем меняют сиденья, а в красном – колеса. Кстати, в этом году, 5 мая, фуникулер отметил юбилей своих первых пассажиров. Он принял 55 лет назад. Изучением всех тонкостей ремонта горного транспорта занималась Валерия Белоус. На ремонте фуникулер уже неделю. Машинисты ушли в отпуск, а у инженеров-механиков новые задачи. Бригада не только заменяет сиденья, но и проводит профилактику всех креплений и механизмов. Конечно, ходовая часть вагонов, безусловно. То есть это вот те моменты, на которые больше всего мы обращаем внимание, и пути. Все стыки проверяем, чтобы вагоны более плавно ходили, чтобы не изнашивались колеса, оси. На верхней станции ремонтируют синий вагончик, внизу – красный. Работы плановые. Техническое освидетельствование фуникулёра проходит каждый год. Кроме ходовой части, внимание уделяют и кабине машиниста. По словам специалиста Александра Захарина, рычаги в порядке. Тормозное управление в норме, двигатель тоже работает без боев. Задача отправить в движение вагончик несложно. Основной нюанс заключается в том, чтобы его потом очень плавненько остановить. В движение фуникулер приводит специальный механизм. Оборудование находится в машинном зале. В помещении выше 20 градусов тепла. Особый температурный режим – одно из обязательных условий. Вот это вот оборудование, оно стандартно для шахтного оборудования. Но адаптировано для горизонтального расположения. Значит, всё это было изготовлено когда-то в Украине в 50-е годы. Доставлено сюда. С тех пор оно исправно служит. Электродвигатель пришлось разбирать только однажды. Капитальный ремонт требовался после внезапной аварии. Но на пассажирах это никак не отразилось. За их безопасностью следят очень строго. Несмотря на то, что сегодня фуникулер – не самый востребованный общественный транспорт, гости и жители города всё равно не перестают им пользоваться. А для туристов такой объект и вовсе достопримечательность. В этом году фуникулер даже поставил своеобразный рекорд. 1 мая вагончики перевезли почти 2000 человек. Ремонт закончится 1 июля. И тогда горожане снова смогут спускаться и подниматься на фуникулёре всего за минуту 40. Сейчас придется потратить немного больше времени. И в конце концов можно посчитать ступеньки. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. С сегодняшнего дня во Владивостоке стартовал третий этап гидролических испытаний. В планах энергетиков проверить на прочность Голдобинскую теплотрассу от ВТЭЦ-2. По этой причине с 7 по 13 июня жители Первомайского района останутся без горячей воды. В то же время специалисты до сих пор не устранили все повреждения, выявленные в ходе второго этапа испытаний. Горячая вода уже вернулась в большинство домов, но не во все. Среди таких адресов – Алиутская, Нерчинская, Партизанский проспект, Пологая, Уткинская и т.д. Жители этих улиц смогут принять горячую ванну после 10 июня. Кроме того, горячего водоснабжения не будет и у жителей Эгершельда. Коммунальщики решили заменить 210 метров изношенных труб на Верхнепортовой. Именно поэтому местным жителям придется потерпеть до конца гидравлических испытаний. Воду им дадут 20 июня. Сейчас мы прервемся на рекламный блок, а после расскажем вот о чем. Игры с законом. Электроскутер, угнанный подростками у инвалида, нашли во Владивостоке. Физики или лирики, какой предмет школьники города выбирают чаще при сдаче ЕГЭ. Им между нами тает лед, когда погасят долги перед игроками клуба «Адмирал». Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». На все стенки в «Азбуке мебели» минимальные расценки. Весь июнь в магазинах «Азбука мебели» скидки на все стенки до 40%. Это «Новости на восьмом» и смотрите далее в нашем выпуске. Игры с законом. Электроскутер, угнанный подростками у инвалида, нашли во Владивостоке. Физики или лирики, какой предмет школьники города выбирают чаще при сдаче ЕГЭ. И между нами тает лед, когда погасят долги перед игроками клуба «Адмирал». Начнем вторую часть с оперативной информации. Электроскутер, угнанный у инвалида-колясочника, нашла полиция Владивостока. Как рассказала мать потерпевшего Елена Павлининка, транспорт ее сына похитили в сохраняемой парковке в районе улицы Валентины Терешковой. Сам по себе скутер довольно крупных габаритов и не вмещается в лифт. А поднимать его каждый раз на пятый этаж у членов семьи инвалида первой группы нет возможности. По данному факту было написано заявление, и вскоре сотрудники второго отдела полиции нашли похищенный электроскутер на улице Надибаидзе. Правда, средство передвижения уже было сломано. В ходе разбирательства выяснилось, что его угнали подростки, возраст которых составляет 11, 12 и 14 лет. Как объяснили школьники на допросе, скутер они приняли за детскую электрическую машину. В итоге подростки покатались на нем, сломали и бросили. Сейчас на ремонт необходимы средства, которых у семьи 25-летнего инвалида нет. Более того, это единственная возможность молодого человека передвигаться по улице. Примечательно, что родители школьников от решения этого вопроса самоустранились. Тем временем уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. А теперь о занятиях, более привычных для подростков. Школьники Владивостока продолжают сдавать ЕГЭ. Сегодня прошли экзамены по литературе и физике, которая, кстати, на третьем месте по популярности. Физику сдавал 701 выпускник. Как отметили специалисты Управления образования, сдача госэкзаменов проходит в штатном режиме. Для этого было подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, в которых проходит сдача, установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе. Более того, специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для экзамена по английскому языку. Остается добавить, что в этом году во Владивостоке 2211 выпускников. Все они сдают два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Кстати, самой невостребованной дисциплиной к сдаче стала география. Ее выбрали 156 человек. Пара из Владивостока сыграет свадьбу на глазах у приморских телезрителей в рамках реалити-шоу 9,5 месяцев. 8 июля состоится торжество Ксении и Евгении, которому они готовились в эфире 8 канала. За это время правила проекта в связи с непредвиденными обстоятельствами успели претерпеть изменения, что вполне объяснимо. Формат реалити-шоу подразумевает различные форс-мажоры. Однако основная цель проекта осталась прежней – помочь организовать свадьбу мечты для жениха и невесты. О самых ярких и важных моментах программы 9,5 месяцев в сюжете Анны Бережной. Идеальная свадьба. У каждого она своя. Готовиться к свадьбе на глазах у телезрителей почему бы и нет. Стать участниками проекта 9,5 месяцев хотели самые смелые и решительные женихи и невесты Владивостока. Но с каждым этапом претендентов становилось все меньше. В итоге до финального кастинга в ноябре 2016 года дошли 4 пары. Вы здесь собрались не просто так. Вы хотите и желаете сделать красивую, действительно достойную свадьбу. И мы вам в этом поможем. Участникам предстояло заинтересовать жюри. Сергея Савина, главного редактора 8 канала, и Ксению Марченко, руководителя свадебной студии. Всего организаторы приготовили три этапа для конкурсантов. Этап номер один – это знакомство. Вам, как только я вас объявлю, нужно будет выйти сюда и, глядя в глаза или на камеру, представиться. Как вас зовут? Что вы хотите от свадьбы? Мы ждем от нашей свадьбы того, что она будет веселая, замечательная. Самое главное, что она будет запоминающаяся для всех наших гостей. Мы хотим, чтобы наша свадьба была такая же жизнерадостная, чтобы улыбки были у всех. Как я представляю свою свадьбу? Зажигательную, пышную. Так, чтобы гудела на весь Владивосток. А затем проверка на артистизм и репетиция первого свадебного танца. И уже здесь, в момент выбора участников, дало себе знать формат реалити-шоу. Члены жюри неожиданно решили добавить не только еще несколько отборочных туров, но и приняли решение, которое удивило всех. Мы планировали выбрать реально одну свадьбу и сделать реалити с одной парой. Но мы зашли в тупик, в очень жесткий, и мы не смогли определиться. И приняли решение делать две свадьбы в онлайн-режиме. Это будут абсолютно два разных концептуальных проекта. Будут работать два абсолютно разных менеджера. Мы будем подбирать абсолютно разные команды. И начались первые этапы проекта девять с половиной месяцев. Все свадебные хлопоты на себя взяла студия Ксении Марченко. Сумму, которую готовы вложить потенциальные молодожены на свой пир, организаторы и партнеры проекта утроили. А женихи и невесты гарантировали свою открытость, так как за их подготовкой к самому важному событию начал следить весь город в эфире Восьмого канала. Советчиками и помощниками в вопросах подготовки пар стали молодожены Анна Бережная и Олег Данилевский. Итак, ребятам досталась Анна Кузьев, а вам, ребята, достался злой профессионал Олег. Держитесь, саков вырвала. Ребята, вы не пишете, у вас тоже может быть, когда-то что-то получится. Для начала участникам предстояло пригласить ведущих к себе домой, чтобы поближе познакомиться, рассказать о своих увлечениях и о том, какой они видят свою свадьбу мечты. Хочется чего-то такого родного, своего и приятного, приятного для всей семьи. Цыган с медведем. Чтобы это было ярко, красиво. И все это будут смотреть не только твои друзья, но и, можно так сказать, полгорода. Так вместе с телезрителями пары узнавали, в каком стиле пройдут их свадьбы, работали с профессионалами, советы которых старались учитывать при подготовке. Но в шестом выпуске проекта произошли серьезные изменения правил, о которых телезрителям сообщила Ксения Марченко. Проект начинался с того, что мы должны были взять всего одну пару и показать, как реально делать свадьбы на конкретных ребятах. Так получилось, что в проекте опять осталась одна пара. Это Евгений и Ксения. Мы изначально обговаривали, что у нас будут условия, которые они обязательно должны были соблюсти. Так получилось, что ребята не соблюли условия по договору, поэтому мы вынуждены были с ними попрощаться. После этого в редакцию «Восьмого канала» стали поступать вопросы от зрителей. Многие думали, что мы будем вынуждены закрыть проект. Но такие изменения не стали тому причиной, ведь главная цель не соревнования женихов и невест, а возможность организовать свадьбу мечты. Теперь уже одно из пар. И главный приз поездка на остров Гуам достался Ксении и Евгению. Они продолжают подготовку к торжеству. Вместе мы переживаем самые яркие моменты. Выбор свадебных нарядов, обручальных колец. И, конечно, готовим им сюрпризы, которые помогают избавиться от предсвадебного волнения. Конечно, проект было бы невозможно реализовать без нашего генерального партнера – компании «Ренессанс Актив». До свадьбы остается ровно месяц. Наступили финальные этапы подготовки. Во время съемок очередного выпуска проекта ребята улучшили минутку и поделились своими эмоциями. Поначалу, конечно, было очень волнительно. Переживали, руки тряслись, а потом уже влились в это все. И вот под конец сейчас тоже чуть-чуть так волнительно. А середина прям идеальная была. Мы такие уже профессионалы. Грустно будет, когда все это закончится. Проект, конечно, отличается немножко от того, что я делаю в обычной жизни. Но мне было несложно, потому что я молодец, и я все сделал очень хорошо. Все у меня получилось. Было легко. Большое спасибо ребятам за то, что они общались. Общались, делились, рассказывали, чем они живут, чего они хотят. И из этого уже создавался весь проект, и будет создаваться картинка в целом. 8 июля в День любви, семьи и верности на весь Владивосток прогремит свадьба Ксении и Евгения. И уже совсем скоро вы увидите ее в финале проекта «Девять с половиной месяцев» в эфире Восьмого канала. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. И к новостям спорта. Континентальная хоккейная лига вынесла предписание погасить долги по зарплате перед игроками клуба «Адмирал» до 1 июля. Главный праздник молодежи Владивостока отметят традиционными соревнованиями погребля на лодках класса «Дракон». И ежегодный турнир по кикбоксингу памяти Лемеша проведут в Приморской столице. Заявки на участие прислали более ста спортсменов со всего Приморского края. Все подробности далее. Континентальная хоккейная лига вынесла предписание погасить долги по зарплате перед игроками хоккейного клуба «Адмирал» до 1 июля. Сейчас долг перед игроками за прошлый сезон достиг огромной суммы, которая скопилась за 2,5 месяца и отпускные, пишет «Спортэкспресс». По словам генерального менеджера «Адмирала» Ильдара Мухаметова, по новой стратегии непогашение задолженности в установленный срок обойдется штрафом в 20% от их суммы. Лига предписала погасить нам долги до 1 июля. Мы работаем в этом направлении и будем стараться их погасить как можно скорее. Если не удастся устранить вовремя, придется выплачивать штраф, сказал Мухаметов. Главный праздник всей молодежи Владивостока, День молодежи 2017, состоится 24 июня на набережной Спортивной гавани. В рамках праздника администрация города проводит традиционные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». В этом году было принято 86 заявок на греблю. После жеребьевки сформировано 43 смешанные команды. Уже в мае участники приступили к тренировкам, которые проходят с утра до позднего вечера. Каждая команда обязательно должна пройти минимум 4 тренировки. Напомним, впервые соревнования на «Драконах», поддержанные главой города Игорем Пушкаревым, прошли в 2009 году, когда представители молодежных общественных организаций решили, что объединение усилий приведет к наиболее эффективному решению социальных вопросов. В каждой команде участвовали представители различных организаций. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ. С 10 по 11 июня во Владивостоке в спорткомплексе «Арена Спорт» пройдет ежегодный турнир по кикбоксингу в памяти Михаила Лемеша. В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 18 лет. Заявки прислали более 100 кикбоксеров со всего Приморского края. Михаил Иванович Лемеш – родоначальник приморского кикбоксинга. Он одним из первых начал развивать этот вид спорта в Приморье. В непростые 90-е годы он занимался с детьми, учил их быть сильными, смелыми и справедливыми. Большинство сегодняшних тренеров и судей – его воспитанники. Зрителей приглашают увидеть зрелищные бои и поддержать спортсменов. Вход свободный. 47 медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях завоевали приморские спортсмены за прошлый месяц. Они отличились в гребле, единоборствах, парусном спорте и легкой атлетике. Из них 19 золотых, 7 серебряных медалей и 21 бронзовая. В копилку наград края добавили известные приморские спортсмены Иван Штыль, Александр Захаров и Ильгизар Софиулин. Олег Завьялов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в приморской столице. 7 июня в России отмечают день краудфандинга. Как во Владивостоке горожане относятся к подобным начинаниям. Одно из главных достояний краевого центра закрыли на ремонт. Фуникулер проходит плановое техническое освидетельствование. Пара из Владивостока в скором времени сыграет свадьбу на глазах у приморских телезрителей. В рамках реалити-шоу 9,5 месяцев. И КХЛ вынесла предписание погасить долги по зарплате перед игроками клуба «Адмирал» до 1 июля. Сегодня на этом все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Все самые интересные и необычные события вы можете отправлять нам в WhatsApp. Его номер вы увидите в конце нашего выпуска или также на официальном сайте канала. Еще один способ связи с нами – это телефон редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. И еще. Круизное суд на Ниппанмару пришвартовалось у морского вокзала Владивостока сегодня утром. Это единственный заход лайнера в Приморский порт в этом сезоне. На его борту более 300 туристов из Японии. На берегу гостей встретили торжественно – барабанщицы, яркие творческие номера вокалистов и танцоров. Тут же на площади морвокзала развернули и выставку-ярмарку национальных сувениров. Напомним, что Ниппанмару заходит в Владивосток ежегодно, начиная с 2013 года. Еще один визит большого лайнера без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Медкомиссии в медицинском центре «Санос» 42-49-14 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»